Доброе утро! Ну что я хочу сказать Спалось холодно Лучше побольше одеял Все замерзли Мой коллега Дима тоже Говорит замерз Натянул одеяло Сверху ему стало легче Теперь я понимаю Для чего нужен этот подшейник Потому что ночью замерзла шея Натянул на шею его обратно И стало все хорошо Поэтому рекомендую вам Обязательно шапку На шейник Чтобы у вас был Какой-то побольше теплый Теплых одеял Или хороший спальный мешок Зимний Потому что здесь вроде бы 10 градусов плюс Но такой дубарит Трындец просто Для комментариев Ночью в номере Было плюс 6 Просто плюс 6 Плюс 6 было, да? Очень холодно Такое Вообще как в фильмах Когда хату открываешь И тут холод То есть ты немножечко Где-то одеяло Приоткрываешь И на тебя сразу Под одеяло Холодный воздух Попадает Ты начинаешь замерзать Доброе утро Доброе утро Делаем зарядочку с утра Слава, не расстраивайся Завтра будет опять зарядка Он расстроился, что у нас закончилось Что только один подход Один подход Было внутри надо В следующей неделе 2 Конечно Друзья, мы поделали зарядку Вместе с Володей Спасибо ему Очень интересная техника Мышцы все чувствуются Тело горит Рекомендую Обязательно сниму обзор Как правильно сделать упражнение Выложу Кто захочется Сможет воспользоваться Или обратиться к Володей Чтобы он Вам помог Заниматься Приняв холодный душ Иду на завтрак Покажу вам сейчас днем Очень колоритно Такое ощущение, что попал Фирм Диана Джонс Какого-нибудь Куда-нибудь Лазят по миру Я думаю, дальше будет еще более колоритно Куда мы пойдем Мы будем ночевать еще в палатках На высоте В спальных мешках Это будет еще более экстремально Здесь можно купить теплую одежду Если вы взяли с собой носки С начесанки Варежки видите Майки Байки Ну и место встречи Изменить нельзя Все здесь Здесь вас могут побрить Опасной бритвой Ну или безопасной Много здесь кафе Маленьких Где можно покушать Горы Величественные красивые горы Смотрите, какая красота Когда на карасте Кафе мы Я вышел Взял себе Обычно Доса чай И Плейндоса Блин Я заказал себе Плейндоса Это такой вот блин С кукурузой Мне нравится Ну или просто Какой-то Дополнительный гарнир Вот все это при свете дня Это царь Пагиратки Он здесь медитировал тысячу лет После истоков Ганги Вот его камень Колокольчики для того Чтобы вы когда по нем звените Божество вас увидело И Снизу Вам благодать А сверху там Где мы были Там инсталляция Шива Пагиратки Это вот царь Который медитировал здесь И там Ганга Река Снезергающая На землю Ну вот она В принципе и есть Видите Течет Можно открыться Голову Ребята Сейчас будут Купаться В Ганге В Ганге Голоса В Ганге В Ганге Через Река Сегодня у нас легенький трекинговый маршрут, 2 километра туда, 2 километра обратно. Мы погуляем по окрестностям, посмотрим интересные и красивые места. Природа здесь обалденная, воздух. Дышать, правда, тяжело, потому что мы уже высоко находимся, воздуха немножко не хватает. Поднимемся еще выше, там будет еще сложнее. Пришли мы на наш привал, здесь будем отдыхать. Красивое место. Вот какой вид открывается на пик. Давай я тебя попробую. На медведя охотитесь, да? Ну как? Ну ледяцы специальности. Не, я смотрю, там уже гризли подваливают. Ледяцы кушаем, вкусные какие-то. А здесь животные в горах, какие будете? Люди. Это понятно, да. Вот в такой пещере живет Баба. Монарх, который для нашей человеческой улицы жизни. Ледяцы. На берегу прямо репей. Приходит люди со мной, задают ему вопросы. Вот как там елку, там что он начинает с ямы, не ямы. На уровне осанной зимой. Когда осан, ничего не делает, успокаивается постепенно, пытается медитировать. Это мы с вами были у отшельника. Он уже пять лет здесь живет. Идет активистический образ жизни. Повторяет все время медитации. Повторяет мантру. Все называют правильно. Вот мы вернулись к пешей прогулке. Заняло у нас 4 часа. Мы посетили парк национальный там какой-то. Посмотрели. Очень красиво. Все много. Деревья, воздух чистый. Хорошее место. Вот на камне мы посидели. Кто хотел помедитировал, кто хотел поспал. Кто хотел пофотографировался. Там открывается прекрасный вид на пик. Мы посетили бабу. Мы встретили по пути одного бабу. Посетили пещеру второго. Зашли в пещеру еще одного, которая была закрыта. Ну вот такая обзорка у нас с вами получилась. Там по пути у нас была гидроэлектростанция небольшая. Она снабжает этот поселок. Мощность ее небольшая. Поэтому в этом поселке нету бойлеров запрещены. Потому что нагрузки не выдерживают. И они даже на день свет розетки выключают. Ну, как через какое-то время они это исправят. Тогда здесь будет теплая вода. И здесь уже будет гораздо комфортнее отдыхать и путешествовать. Посмотрите, какая красота открывается. Наши ребята возвращают. Судя по всему, поворот пропустили. Да. Супер здесь. Проход пропустили. Ну как, есть там мост? Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот они добровольцы, сейчас все это сниму, безобразие Не хотел никто, просто камера Женя на что решила Уже нашлось 4 желающих, сейчас вы на это безумие посмотрите 4, я думал, 40 Так, кипятки, смотрите на нас, как мы будем это делать Кипятильник, кипятильник, поставьте туда водичку Нам наш гид рассказал немного историю этого места Здесь, по легенде, богиня Ганга сошла на землю И свои священные воды начала лить и заполнила моря и океаны И поэтому это место считается святым И окунуться здесь, омыться, считается смыть с себя все грехи Ну, есть еще одно место в горах Там считается вообще самый исток этой реки И там тоже будем купаться Там еще холоднее Там арматура, нельзя что держаться Ну, видите, ребята здесь бедрами Ну, вообще, конечно, в идеале-то залезть бы в воду Полностью Но тут очень мощное течение, поэтому здесь опасно Надо поискать место, где менее скорость Волось, ну нашел ты, где мы будем Ну что, ребят, вот смотрите Добровольцы Раз, два, три А, минус Ну и я, соответственно, вот он я Ставлю камеру Потом вырежем что-нибудь с этого дела Ну, ребят, вот он Ну, ребят, как ощущения? Давайте Вообще круто Крещение по-ямалайски О, Кирилл Давай, Ю Андрей Еще раз, все хорошо А, вот тебе Вот тепленько, как хорошо Красава Слава, дело, это в одежде Ребята, прошло три минуты Вот такое ощущение, что купались мы, наверное, полчаса Ноги реально отваливаются от холода Телу тепло, а вот ногам просто трындец какой-то Кирилл Кирилл, ну что, на бис? Повторишь? Нет, так как ты у меня них на улице Володь Все, я пошел Еще раз Я пошел Ну, давай Самое сложное здесь Это зайти, потому что Ноги сразу судорога сводят Очень холодно А дальше уже там вопрос техники Телу не холодно, а ноги просто отваливаются Такое ощущение, что ты по снегу идешь Поэтому Ну, если есть какие-нибудь кроксы Или термоботинки Приветствуются, вам будет комфортнее купаться Ребят, не знаю, видели вы, не видели Но я тоже купался в Ганге, честное слово Вот этого друга доброго Ноги все закрывали Вот он Смотрите, Андрей Он очень хотел славы Поэтому его ноги ее точно получили А я там в воде барахтался и кричал Пацаны, отойдите, очень холодно А они не отходили Решили попробовать в другое кафе Покушать здесь Ребята здесь сегодня кушали Мне понравилось Бурное обсуждение, что мы будем кушать Мы взяли 4 разных, 5 разных супов Томатный, вегетарианский Потом кисло-острый И там еще каких-то два Ну, нам больше понравился Томатный и кисло-острый Вот он Вот там вот, красавец Ну, а вот этот нам не очень Но мы его тоже съедим Друзья, спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии С вами был и сынок Евгений Викинг Туристик Проверенное качество отдыха По выгодным ценам На viking.by Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok